Всех приветствую, дорогие друзья! Сдал мы на прогулке. Общительный, да ты, Малыш? Расскажи пару слов. Не убавить, не прибавить. Согласен. Я немного расскажу, как прошел наш год. Весна я заводил питболи для активного отдыха. То есть это прогулки где-то. Прогулки постоянно по лесу. Ну и там где ты занимаешься спитболем, спортом, физической культуры. Хочешь, не хочешь, ты сам все равно приобщаешься к этому делу. Начинается у тебя активный образ жизни. Выползаешь из зоны комфорта. Ну и попадаешь в другую зону комфорта, которую ты даже не знал. Я не подозревал. Это очень интересно на самом деле. Проснуться рано утром. Пойти погулять. Подышать свежим воздухом. Все равно променаж какой-то. Заведя собаку, вообще открываются такие границы мировоззрения. Меняется вообще. Особенно когда у тебя святая собака, ты попадаешь в такой какой-то округ. Где очень много единомышленников. И оказывается, что люди, общаясь с людьми, ты находишь там общих интересных знакомых каких-то. То есть завести собаку и сидеть только с ней дома. Это как бы я считаю неправильно. Такая же познаюсь какую-то окружающую среду новую. То есть вот у меня под боком лес всю жизнь был. И я на него смотрел только с балкона. Один раз я попытался пойти погулять. Но вот что, думал, тропинки странные. Все, вдруг я потеряюсь еще что-то. Заведя собаку, я изучил какую-то местность. Конечно, может быть, глупость. Может быть, это и не нужно никому. Не знаю. Если кому интересно, конечно, я бы, если мне кто-то спросил бы, я бы рекомендовал завести собаку. Не такую, чтобы с ней сидеть дома, который пришел, покормил, убрал за ней. То есть собака-кошка такая. А именно завести полноценную собаку. И не полениться, ну, начать заниматься ей хоть как-то там через интернет ресурсы. Либо найти специалиста, который вам поможет. Ну, не у всех есть возможность, конечно, специалиста найти. Ну, смотрите интернет ресурсы. И, например, вот как я делаю. Я смотрю там одно, второе, третье. Где-то нас нахожу общие среди вот этих трех, допустим, статей. И делаю вывод для себя, что, ну, раз в один голос говорят, три разных источника, значит, это правда. Значит, надо так тоже попробовать. Ни для кого-нибудь секрет из моего окружения, да и скрывать не буду. То есть у меня до заведения собаки был такой рутинный образ жизни. То есть работа-дом, дом-работа. И все. Ну, что, приходишь там, то с работы закрываешься в себе. Липтомыслим, что-нибудь, какие-то такие увлечения, ну, глупые, которые не приводят к никакому результату. Ты их бросаешь, что-то другое начинаешь. Ну, а заведя вот Бруко за год, ну, какие итоги может подвести. Познакомились с большим количеством людей по общим интересам, именно по собакам. Какие-то занятия, на занятия ездили. Начал там, вот, подготавливать площадку для физической культуры Бруко. Ну, соответственно, занимая его, я занимаюсь сам. То есть хочешь не хочешь, ты активничаешь. Где-то таскаешь его, на игрушки тягаешь. Ну, интересно это очень. Вот, особенно людям, у которых есть предрасположенность именно к активной, физической вот такой вот активности. Физической активности. Лупо сказал, да? Ну, ладно. Вырежем, если что. То вот такая собака подойдет. И сказать, что вот кто-то такие, ну, типа, там, ходить по лесу, там, собака сама бегает. Нет, футбольник подойдет, за ним постоянно присмотр. Он должен быть на виду, вы у него должны быть на виду обязательно. То есть, постоянно взаимодействие. Нельзя просто так прийти в лес, отпустить собаку. И, не знаю, безответственно, как к этому подойти. Ставим глаз до глаз. Голова на 36 градусов постоянно. Я-то какое-то что-то... Человек появляется, да, ли собака. Неважно, бездомная, либо домашняя. То есть, это подзыв. Ну, все в таком духе. То есть, все за год. Очень-очень сильно поменялось мировоззрение о собаках, о воспитании собак, подготовке собак. И, да, знакомый, кто с кем Брук... Ну, точнее, когда я выгулял, с Бруком, кто увиделся, они там смотрят, думают, нифига себе, вот такая воспитанная собака, можно сказать, образованная, дипломированная, да. Вот. И тоже начинают задаваться вопросами. Вот прекрасно друг узнал, что такая собака у меня есть, что такая умная, воспитанная. Дождался, когда... Дождалась, точнее, когда появится щенок и забрала. О щенке мы чуть позже, я думаю, что... С щенком мы чуть позже еще встретимся. Это было не единственное видео с ним. Я как раз очень хотел бы рассказать про с нуля воспитание щенка с нуля. потому что вот все, что вы вложите с него, я взял же Брук, конечно, с большим вкладом. Интересно посмотреть, когда вот такой вот карапузик вырастает, вот такого вот мощного кобеля. Да, умница, умница. Вот, послушный мальчик. При желании можно прийти птичек покормить к лесу, белочек. Единственный большой минус от этого времени вот то, что снег такой непонятный. Проваливаюсь, стоял, где-то скользишь. Такие преграды постоянно. Даже вот где-то под снегом у нас уже вода идет. И где мы раньше гуляли, нам туда не пройти. Ну что, бобер, строй плотин, давай. Сколько материалов. Да, и тащи. Очень страшно, не то, что глубина большая, а то, что можешь сейчас сделать один шаг лишний, и у тебя ноги будут все в воде. Взять его, давай. Что? Сделаем этот шаг или нет? Сделали, и вы сделаете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok